чтобы более как бы это было информативно и визуально я вот такую схему вам могу показать для того чтобы вы понимали как происходит развитие человека вы на этой схеме видите ось ординат здесь отрицательная область чисел здесь положительная она условно разделяется нулем ноль это пробуждение сам момент вот этого переключения отрицательная область чисел это то насколько человек погружен в ум чем дальше по этой шкале тем больше вероятности глубина страданий то есть человек очень сильно зациклен на себе на каких-то идеях на своих проблемах и человек любой при жизни может колебаться туда-сюда много раз в принципе большинство людей примерно вот в этом диапазоне находится да кто ближе к единичке или к нулю это люди в основном таких очень творческих профессий ученые спортсмены люди которые доходят до какой-то предельной концентрации на чем-либо они могут в этот момент входить в очень чистое состояние восприятия и благодаря этому чистому состоянию восприятия когда нету вот этого облака болтовни получать какие-то классные идеи там творить что-то невероятное и в том числе очень сфокусироваться для достижения какого-то результата например если говорить о спортсменах дальше идет черта вот это жирное пробуждение на жирное потому что это наиболее трудный момент в эволюции в развитии каждого человека осознать кто он есть на самом деле вот с моментом пробуждения человек понимает что он не ум и не тело и он осознает свою подлинную истинную природу что он такое и одновременно с этим он ощущает конечно единство со всем миром он чувствует что в эго нету никакого фундамента это просто напряжение искусственно поддерживаемые им самим и в принципе его нет этого эго он освобождается от него и вместе с этим уходит очень много одну негативных моментов в жизни человека он начинает легко принимать события в своей жизни он вообще расслабляется и начинает жить без страданий и у него могут быть еще тяжелые какие-то переживания еще что-то но его отношение к ним совершенно меняется и дальнейшем об этом мало кто знает но у пробуждения есть определенная глубина и во многих культурах и традициях об этом говорится и принципе во многих культурах и религиях вообще не говорится моменте пробуждения говорится сразу о моменте полной реализации человека не то что называется спасение души выход из колеса сансары и другие подобные вещи и условно вот этот путь можно разбить на таких четыре самых серьезных рубежа вот на этом пути данная схема ведическая для удобства нами выбрана поскольку она хорошо отображает суть процесса и между каждым из этих таких серьезных этапов проходит примерно двадцать пять маленьких таких этапчиков которые каждый человек может проходить индивидуально в своем каком-то порядке поэтому их даже здесь отметить особенно нет возможности и когда человек пробуждается если это поверхностное пробуждение он ближе к нулю или где-то вот в этой области находится то он просто начинает классно жить самому по себе ему очень хорошо он становится таким беспечным ребенком которому классно везде он ну как бы всему радуется он такой весь открытый где-то немножко может быть наивный такой чистый и приятный человек но это детство пробуждения это всего лишь одна грань той реальности которая человеку открылась если он продолжит этот путь продолжить совершать определенную работу над собой по искоренению различных своих концепций привычек ума различных выборов которые были совершены в прошлом то есть очищать свою всю психофизику то он сможет сделать следующий шаг и достичь абсолютно устойчивого состояния чистого уровня сознания когда у него уже настолько он внутренне чист что уже нету не процесса мышления как такового то есть это такое импульсивное знание прямое сразу знает что надо делать все скорость мышления возрастает очень сильно и в то же время начинает чувствовать других людей как самого себя но как бы на этом путь не заканчивается хотя оба этих состояния настолько самодостаточной что многие на них останавливаются прочно потому что все становится очень хорошо если говорить о современном течение на его 2 это она рассматривает только пробуждение но не рассматривать движение дальше хотя в классическое 2 идти например об этом знание есть и дальнейшее движение тем не менее существует но для того чтобы человек мог его совершать ему необходимо во первых знать об этом поскольку отсутствие знания как правило ограничивая человека ему кажется что вот уже все потому что настолько становится хорошо настолько все и так ясно и понятно что дальнейшего движения никакого представить себе практически невозможно если опять же у человека нету знания об этом или в момент пробуждения может быть был более глубокий опыт и потом возвращение вот этому состоянию знание об этом есть если встретить учителя человека который проделал весь этот путь и видит это все вот отсюда с другого берега то конечно под руководством такого человека гораздо легче пройти весь путь до полного полной реализации человек и одну инструменты здесь используются достаточно простые технические средства это упражнения для того чтобы тело могло быть подготовлено к более глубокому погружению в свою природу это различные виды медитации дыхательных упражнений так далее и в том числе передача знаний то есть помощь другим людям в их развитии служение другим именно в этом аспекте она позволяет многократно ускорить этот процесс но для того чтобы весь этот процесс происходил еще и максимально безболезненно максимально быстро используется командная отдача то есть люди объединяют усилия появляются синергии таким образом люди начинают двигаться дальше очень быстро дальнейшие этапы но описывать сейчас нету смысла самое главное что здесь стоит отметить что они радикально меняют восприятие человека и то что человек понимал при пробуждении на чистом уровне сознания станет для него просто детством на уровне космического сознания для него все остальное будет перечеркнуто потому что так это будет как подростковый возраст условно на божественном это уже какая-то зрелость наступает и только на едином уровне сознания человек полностью выходит из всех иллюзий из колеса перерождений и как бы именно с этого момента начинается то что именует вечная жизнь да и в принципе только с этого момента начинается действительно то что можно назвать настоящей жизнью хотя конечно каждому кто проснется будет казаться что он уже живет и здесь но это еще только самое начало